20 тысяч лет назад. Большую часть северного полушария покрывают ледяные массивы. Идет пик ледникового периода. Внезапно на Земле начинается глобальное потепление. Это приводит к бурным и катастрофическим последствиям. В долине начался страшный грохот, и слышно его было за десятки километров, задолго до того, как вода добиралась до вас. Наши предки столкнулись с серьезной угрозой для жизни. Если вы не совершенствуете свои технологии, вы не сможете справиться с переменами окружающей среды. Сейчас, когда мы снова стоим перед угрозой серьезных климатических перемен, не может ли конец ледникового периода содержать подсказку насчет того, какая судьба ожидает нас? С точки зрения науки, эпоха таяния ледников. Наша Земля нагревается. Каждые 10 лет ее температура повышается на 0,2 градуса. К лету 2030 года может полностью растаять весь лед в Арктике. А к концу века ученые прогнозируют подъем уровня океана более чем на 30 сантиметров. Однако это уже случалось ранее. 20 тысяч лет назад наша планета тоже начала нагреваться, что привело к таянию ледников. В течение следующих 10 тысяч лет температура выросла на 6 градусов по Цельсию. Это глобальное потепление положило конец ледниковому периоду. Новые исследования показывают, какие изменения произошли с планетой во время этого климатического скачка. Профессор Ричард Элли из Университета штата Пенсильвания изучает, каким образом температура Земли в доисторические времена повлияла на погодные условия современного мира. Он обнаружил, что эти климатические перемены протекали неравномерно. Наоборот, климат нашей планеты переживал крупные температурные скачки. Все началось, когда планеты в нашей Солнечной системе выстроились особым образом. Эти три изменения земной орбиты, известные как циклы Миланковича, влияют на поглощаемое Землей количество солнечной энергии. Первый цикл Миланковича, который рассматривает Элли, это нутация или колебание земной оси. Земная ось расположена относительно Солнца, не вертикально, она наклонена. На данный момент угол наклона составляет 23,5 градуса. Представьте, что голова Элли – это Земля, а лампа – это Солнце. Экватор проходит через мой нос, а северный полюс находится в области моей макушки. Если бы земная ось была расположена вертикально относительно Солнца, моя макушка никогда не смогла бы загореть. На самом деле, Северный полюс наклонен примерно на 23 градуса, и поэтому летом в Арктику выпадает солнечное тепло. Однако с течением времени угол наклона меняется. Когда земная ось наклоняется ниже, до Северного полюса, начинает доходить больше солнечного тепла, и это приводит к таянию льдов. А когда ось поднимается, больше тепла попадает на экватор, и в это время Земля накапливает ледниковые покровы. Угол наклона колеблется между 22 и 1 десятый и 24,5 градусами в течение цикла, длящегося 41 тысячу лет. Второй цикл Миланковича носит название эксцентриситет. На этот раз теннисный мяч будет играть роль Земли. Апельсин — роль Солнца. А обруч — роль земной орбиты. Под действием гравитации Солнца, Земля движется по траектории практически идеальной окружности. Однако, если принять во внимание Юпитер и Сатурн, окажется, что гравитационные силы этих двух планет вносят изменения в форму орбиты нашей планеты. Орбита меняется от почти идеально круглой до овальной, и затем снова возвращается к круглой. Из-за этого меняется расстояние, которое должен пройти Солнечный свет, чтобы достичь Земли. Оно колеблется в течение цикла, который длится от 90 до 100 тысяч лет. Третий цикл Миланковича называется «Прецессия». Прецессия вызвана тем фактом, что наша Земля не идеально круглая. В реальности Земля сплющивается при вращении под воздействием гравитационных сил Луны и Солнца. И, как следствие, земная ось колеблется при вращении из стороны в сторону. Так же, как рычаг этой елы в своем колебательном вращении приближается и удаляется от Элли, земная ось приближается и удаляется от Солнца. Игрушка прекращает колебания за несколько секунд, но Земле, чтобы пройти через полный цикл «Прецессии», требуется от 12 до 23 тысяч лет. В отдельно взятый момент времени нутация, «Прецессия» и эксцентритет производят незначительное воздействие на погодные условия Земли. Но в ходе временного цикла продолжительностью в 100 тысяч лет сочетание этих факторов приводит к серьезным температурным изменениям. Что самым драматичным образом влияет на объемы мирового льда. Ледниковые периоды, вызванные колебаниями земной орбиты, были естественной частью климатической системы нашей планеты в течение миллиардов лет. Последний из них завершился 20 тысяч лет назад, когда совпадение циклов Миланковича привело к началу периода глобального потепления, который длился 10 тысяч лет. Элли изучает это крупное потепление в конце последнего ледникового периода. Для этого он использует данные, полученные при исследовании гренландского ледяного керна. Ледяной керн, как машина времени. Изучая его, мы переносимся назад во времени и узнаем, что происходило в прошлом. Элли и его товарищи по путешествиям во времени делают потрясающее открытие. В течение 10 тысяч лет периода потепления климат Земли был крайне неустойчив. Глобальная температура планеты повысилась на 6 градусов. Однако это повышение не было равномерным и постепенным. Климат совершил серию внезапных быстрых скачков, резко переключаясь с потепления на похолодание и обратно. Это происходило из-за того, что тающие ледниковые шапки нарушали один из главных природных регуляторов на океанические течения. Профессор геофизики Ли Камп сооружает модель с целью продемонстрировать действия морских течений. По большей части эти течения играют в океане роль ленточного конвейера, распространяя тепло по всему земному шару. Вот как это работает. Представьте, что синяя жирна жидкость — это морская вода из поверхностных водных слоев, полярных регионов планеты. Она охлаждается в арктическом воздухе, сжимается и опускается на дно. Затем эта вода большой плотности переносится в самые глубокие участки океанического дна, многие из которых находятся в экваториальной зоне. Холодная вода производит в теплых регионах мира охлаждающий эффект. Пока холодные воды текут в сторону экватора вдоль дна океана, их место занимают теплые воды, которые движутся по поверхности в противоположном направлении. Этот вращающийся ленточный конвейер помогает согревать холодные области земного шара. В этом океаническом круговороте задействованы огромные объемы тепловой энергии. Однако во время потепления в конце ледникового периода в океан попали миллиарды литров в холодной пресной воды. Это нарушило работу климатического конвейера, распространявшего теплую воду по земному шару. При помощи этой красной жидкости, которая будет играть роль талой ледниковой воды, Камп покажет, как это произошло. Она такая холодная, что, по идее, должна опуститься ко дну. Однако она легче, чем морская вода, потому что не содержит соли. Талая вода распространяется по поверхности океана, словно пленка, и вместо того, чтобы тонуть, остается в верхних слоях. Она остается на поверхности и мешает нормальной работе океанического конвейера. Сложные естественные механизмы нашей планеты были выведены из строя переменами климата. Однако конец ледникового периода обернется еще более драматичными последствиями для географии и геологии нашей беспокойной планеты. Идет пик ледникового периода. Большая часть земных запасов воды находится в замороженном виде в огромных ледяных щитах, толщина которых доходит до 3 километров. Эти ледниковые шапки покрывают четверть территории планеты, включая большую часть Канады и Аляску. Они простираются на юг до широты современного Нью-Йорка. Около 20% ледников плавает в океанах. С наступлением глобального потепления этот дрейфующий лед начинает таять. Но это не оказывает существенного воздействия на уровень мирового океана. Когда вода замерзает и превращается в айсберг, она расширяется. Однако ее масса остается прежней. По закону Архимеда она занимает в океане тот же объем, а дополнительный лед остается над поверхностью воды. Поэтому, когда айсберг тает, уровень океана остается неизменным. Но оставшиеся 80% ледников находятся на суше. И с ними дело обстоит иначе. Когда с приходом глобального потепления этот лед начинает таять, в океан выливается 60 миллионов кубических километров воды. И положение вещей резко меняется. Уровень океана поднимается на 130 метров, делая карту мира такой, какой мы знаем ее сегодня. Но если мы вернемся на 20 тысяч лет назад, мы не узнаем береговые линии знакомых континентов. Океанограф Фил Вудвард при помощи компьютерной модели воссоздает карту мира такой, какой она была до потепления. Вы можете видеть, что Флорида была намного больше, чем сегодня. Почти в два раза шире в этом месте. Земли, которые сейчас скрыты под водами океана, были частью суши. Азия и Северная Америка были объединены в один континентальный массив. Аляску с Россией связывала сухопутная перемычка. На карте Вудварда видно, что до 25 миллионов квадратных километров суши, это приблизительно в три раза больше площади США, оказались под водой в конце ледникового периода. когда 60 тысяч триллионов тонн воды переместились с суши в океан. Геология Земли при этом претерпела существенные изменения. Поверхность нашей планеты представляет собой тонкий слой каменных пород, известный как земная кара. Под ней располагается мантия, в которой находится жидкая раскаленная магма. Кора состоит из тектонических платформ. Огромных каменных плит, которые медленно передвигаются по мантии. В холодные периоды ледниковый покров давит на земную кору, которая, в свою очередь, увеличивает давление на мантию. Геолог Сибон Пауэр готовит модель нашей Земли в разрезе. Под сделанной из печенья земной корой располагается желейная мантия. Во время ледникового периода весь этот лед давит сверху на кору и утапливает ее в мантию. С таянием льдов давление на кору ослабевает, поэтому мантия расширяется и начинает выталкивать кору вверх. Верхние 10 километров коры весьма непрочны, и если приложить давление, она треснет. Возобновляется движение тектонических плит. На поверхности это оборачивается разрушительными землетрясениями. Доисторическое глобальное потепление ведет к существенному росту активности землетрясения. На море оно приводит к возникновению цунами. И запускает механизм еще одной геологической опасности вулканических извержений. С уменьшением давления на мантию в магму начинает проникать больше газа. Более легкая, насыщенная газом магма поднимается сквозь кору на поверхность. Глобальное таяние льдов, вызванное глобальным потеплением в конце ледникового периода, привело к появлению многих миллиардов литров талой воды. Часть ледников растаяла прямо в океане. Но огромные объемы воды развелись по суще. Эти обширные потоки наводнили землю, изменив ландшафт на своем пути. Ричард Уэйт работает в Национальной геологической службе США. Работа по изучению перемен, произошедших с миром в конце ледникового периода, приводит его в некоторые необычные места. Такие, как, например, это любопытное геологическое образование в штате Вашингтон. Впервые я попал сюда в 1977 году и увидел в 2-3 километрах это похожее на каньон образование. Тогда я подумал, что же это может быть? Вейт определяет возраст этого места в 13 тысяч лет. Проведя криминалистическую экспертизу, он установил, что песок, ил и гравий были принесены сюда наводнением. Это песок средней крупности, превосходный песок. Эти слои говорят нам о том, каким путем шли воды. Вейт полагает, что причиной наводнений были тающие ледниковые шапки. Сначала вода собиралась в доисторическом озере Миссула. Оно покрывало площадь почти в 7,5 тысяч квадратных километров. Это больше, чем совокупная площадь озер Эри и Онтарио. Воды озера Миссула сдерживались ледяной плотиной высотой в 600 метров, что превышает высоту Эмпайр-стейт-билдинг. По мере того, как потепление продолжалось и планета нагревалась, озеро Миссула становилось глубже. Лед легче воды, поэтому небольшие участки плотины начали подтаивать снизу. Образовался узкий канал. Когда вода начинает вытекать тонкой струйкой, тоннель постепенно расширяется под воздействием ее тепловой энергии. Сначала он становится шириной в четверть километра, затем в полкилометра, затем рушится крыша, и озеро вырывается на свободу. Это было самое крупное из известных человечеству пресноводных наводнений. В нем было в 10 раз больше воды, чем во всех реках земного шара села. В долине должен был подняться страшный грохот, и слышно его, наверное, было за десятки километров. Однако кое-что представляет для Ричарда Уэйта загадку. В этом каньоне на нее не просто один слой отложений. Здесь десятки слоев, уложенных друг над другом. Снизу доверху я насчитал 40 слоев отложений и установил, что каждый из этих слоев был принесен отдельным наводнением. Если имела место серия наводнений, это значит, что озеро Миссул опустошалось и наполнялось снова множество раз. А чтобы это могло случаться, сдерживающая водой озера ледяная плотина должна была образовываться заново после каждого наводнения. Ледяная плотина остается на месте, за исключением того, что в ней пробита брешь шириной в полтора километра. Но по обе стороны от этой бреши все еще стоят 600-метровые ледяные стены. Эти оставшиеся ледяные стены движутся навстречу друг другу, словно два огромных ледника, и через много месяцев снова образуют плотину. Мир продолжает нагреваться. Тает все больше ледников, и озеро Миссула появляется вновь. Уэйт полагает, что в течение трех тысяч лет это могло случаться около сотни раз. Моя идея в том, что это было не одно крупномасштабное событие. Их было несколько, и они повторялись снова и снова. Думаю, это было потрясающе красиво. Эта серия катастрофических наводнений вымыла более 200 кубических километров почвы, оставив после себя безжизненную, смытую до коренной породы землю в восточной части штата Вашингтон. Плодородные слои почвы были снесены примерно на тысячу километров к побережью Тихого океана, обогатив по пути ставшую впоследствии изобильными сельскохозяйственными землями территорию. Ко времени наводнений на озере Миссула в Америке появились первые люди. Теперь они населяли уже большую часть планеты. Попав сюда в самый разгар перемен в конце летникового периода наши предки должны были приспособиться к ним или погибнуть. Десять тысяч лет назад. Люди населяют около двухсот пещер на Нагоре Большого Бассейна на юго-западе современных США. Дэвид Мэтсон изучает резкие перемены климата, с которыми столкнулись эти люди с началом потепления. Для него это является примером того вызова, который был брошен нашим предкам по всему земному шару. Мы находимся на соляных озерах Бонневиль. Сегодня это высохшее соляное озеро. Здесь выпадает менее 15 сантиметров осадков в год. Но в конце ледникового периода все обстояло совсем иначе. Озеро Бонневиль было одним из крупнейших озер Северной Америки. Оно покрывало треть территории современного штата Юта. Это более 50 тысяч квадратных километров. Сейчас мы находимся на дне озера Бонневиль. А на склоне горы над нами вон там был наивысший уровень подъема его вод. Глубина доисторического озера доходила до 400 метров. В этих слоях отложений содержатся записи о климатических изменениях, происходивших в этом регионе, начиная с ледникового периода. В древних каменных породах сохранились фрагменты доисторической растительности. Мэтсон составляет подробную картину развития естественной окружающей среды в этом регионе. Он вычисляет сроки преобразования местности с прохладным климатом и обильной растительностью в ту безжизненную и жаркую пустыню, какую мы видим сегодня. Что его поражает, это скорость, с которой изменился ландшафт, когда в конце последнего ледникового периода планету охватил процесс глобального потепления. Озеро высохло относительно быстро, вероятно, в течение тысячи лет или около того. За время своей жизни жители Боннавилля стали свидетелями крупных перемен. Реакция наших предков на новую и меняющуюся планету окажет влияние на мир, в котором мы живем сегодня. Ведущий американский археолог Джеймс Адавасио пытается разобраться, как нашим предкам удалось выжить во времена резких перемен климата в конце ледникового периода. Он ищет свидетельство в месте, известном как пещера Денджер, неподалеку от побережья древнего озера Боннавилля. Люди жили здесь в течение многих тысяч лет. Пожалуй, нет другой такой пещеры или гроток западу от реки Миссисипи, где сохранилось бы столько свидетельств о жизни и быти людей. В пещере Денджер можно увидеть особенности доисторического быта, которые сложно найти в большинстве открытых мест. Эти древние американцы наблюдали за тем, как исчезла окружавшая их изобильная среда. По находкам, сделанным в пещере Денджер, можно предположить, что они стали потреблять пищу, которая была несъедобна в сыром виде. Адавасио хочет понять, как наши предки справились с этой проблемой. Первая подсказка. Эта корзина возрастом 7 тысяч лет. Если положить в нее траву или другие растения, ветер просеет их. Шелуха и другие несъедобные части улетят, а более тяжелые семена упадут на дно корзины. Откуда их потом можно будет собрать? Адавасио полагает, что жившие здесь люди разработали абсолютно новую технологию, которая позволила им выжить в новых неблагоприятных условиях. Это одно из тех приспособлений, которые дало жившим здесь людям возможность получать от окружающей среды все, что им было необходимо. При помощи корзины древние американцы отделяли зерна от шелухи, чтобы перемалывать жесткую пищу, они придумали специальный жерновой камень. Наши предки выжили, приспособившись к условиям новой окружающей среды. Пещера Денджер демонстрирует не просто единичную попытку приспособления человека к меняющемуся миру. Это было началом целой культуры инноваций. Возможно, одной из самых значимых находок стали фрагменты доисторической сети. Это одни из самых древних сетей, когда-либо найденных в Северной Америке. Некоторые из этих сетей имеют по 400-600 метров в длину. Они были достаточно длинными, чтобы их можно было связывать и натягивать поперек входа в каньон. Эти сети использовались для охоты. плетение сети крайне трудоемкий процесс. Некоторые из них насчитывают до 50 тысяч узлов. Однако результат оправдывал труды. В эти сети должно было попадаться много мелких животных, что означало много мяса. Так что это действительно универсальная технология. Человечество пережило суровую перемену климата в конце ледникового периода, найдя для новых проблем инновационные решения. Но на что должны были пойти люди ради своего выживания? Не далось ли выживание ценой жизни других живых существ? Рас Грэм пытается раскрыть дело о десторических убийствах. С приходом глобального потепления исчезли многие виды крупных млекопитающих. В течение многих лет главными подозреваемыми по этому делу считались охотившиеся за крупной дичью люди. Грэм не так уверен в этом. Проблема с этой гипотезой такова, что мы имеем слишком мало свидетельств в пользу употребления человеком этих животных в пищу. Слишком немногое свидетельствует о том, что люди охотились на большую часть видов, вымерших в этот период. В поиске новых зацепок Грэм отправляется в Беар-Медоуз, штат Пенсильвания, где сохранился фрагмент ландшафта образца ледникового периода. В такой местности должны были обитать американские мастодонты, гигантские наземные ленивцы и гигантские бобры. Эти бобры были размером почти с бурого медведя. Это была прекрасная среда обитания для гигантских млекопитающих. Здесь, в этой местности, мы видим множество растений. И это те растения, употребление которых в пищу было крайне благоприятным. По мере того, как планета нагревалась, такие среды обитания стали исчезать с лица Земли. И очень быстро. Очевидно, перемены произошли всего лет за 40. Многие виды вымерли, потому что не смогли приспособиться к глобальному потеплению в конце ледникового периода. Люди же в то время процветали. И технологии, которые они разработали для того, чтобы пережить эту смену климата, будут иметь далеко идущие и удивительные последствия для будущего человеческой цивилизации. Брайан Хэйден необычный повар. Он изучает древние кулинарные методики и полагает, что новые приемы, появившиеся в конце ледникового периода, могут рассказать нам о том, как менялось человеческое общество. Но началось все с более простого вопроса. Как несколько тысяч лет назад люди кипятили воду? Если у вас нет глиняных или металлических сосудов, единственный способ вскипятить воду, это нагревать камни и класть в герметичные корзины с водой. Но изучив камни, Хейден приходит к выводу о том, что они имели более широкое использование, чем просто для нагревания воды. Он связывает их с целой серией кулинарных приемов. Очевидно, наши предки использовали эти камни для приготовления напитков, используя излишки рыбы или орехов. И некоторые из этих рецептов были достаточно сложными. Растолочь орехи, размочить их в воде, затем вскипятить и вычерпать с поверхности масло. Это почти как кофе, только с очень маслянистым вкусом. Это замечательный напиток. Это заставило Хейдена задуматься о том, ради чего древние повара прилагались только усилий. Понимание пришло к нему, когда он смотрел документальный фильм о людях народности Кавелька, живущей в горах Папуановой Гвинеи. В нем рассказывается о человеке по имени Онка, он могущественный вождь племени. Он укрепляет свое положение в обществе, устраивая грандиозные пиршества, на которых делает щедрые подарки своим соперникам. Они соревнуются друг с другом или с другими деревнями ради получения лучшей пищи и лучших союзников. Хейден обобщил этот принцип применительно к жизни людей в конце ледникового периода. Наши предки совершили технологический скачок для того, чтобы выжить в условиях глобального потепления. Приобретя новые навыки, они могли добывать больше пищи, чем им требовалось для каждодневного выживания. Не все были способны добывать излишек ресурсов, но те, кто могли, пользовались высоким авторитетом и уважением в обществе. Хейден полагает, что устроение пиршеств было атрибутом высокого социального положения. Это происходит по сей день и у нас, когда ваша мама готовит к обеду свои лучшие блюда. Это бывает не в обычные дни. Это делается для людей, на которых вы хотите произвести впечатление. Культуры, которые выбрали наши предки, когда начали развивать первые формы сельского хозяйства, тоже говорят в пользу этой теории. Одним из первых растений, которые они начали выращивать на территории Америки, это чилийский перец. Его питательная ценность невелика. Тем не менее, наши предки тратили время и энергию на его выращивание. Это говорит о том, что пища готовилась для пиршеств и с целью поднятия авторитета, не только для выживания. Мне кажется, спорным утверждение о том, что эта потребность постоянно производить больше вылилась в первые попытки культивировать растения и выращивать животных. Большое преимущество домашней пищи в том, что вы всегда можете вложить больше усилий в прополку сорняков, поливку и удобрение почвы, чтобы сделать результат еще лучше. Стремление к высокому положению навсегда изменило человеческое общество. Наши предки стали фермерами, ведя оседлый образ жизни и развивая сельское хозяйство. Для обработки полей требуется все больше рабочих, поэтому растет численность семей и общин. И повернуть назад уже невозможно. Группы охотников и собирателей были вынуждены кочевать в течение всего года, поскольку различные ресурсы появлялись на определенной территории только в определенное время года. Когда численность населения начинает расти, вы уже не можете вернуться к дикой пище как основе пропитания для всех жителей. Благодаря климатическим переменам к концу ледникового периода люди по всему миру стали вести более оседлый образ жизни. Теперь они живут большими группами и используют более сложные технологии для производства пищи. В 2004 году одно из таких поселений было найдено на дне моря в 27 километрах от южного побережья Англии. Они жили 8 тысяч лет назад в самом конце глобального потепления. Это одно из самых древних известных поселений такого типа. Его находка стала для нас шокирующим открытием. Команда подводных археологов находит следы общества, образ жизни которого был во многом похож на жизнь современных людей. Мы обнаружили, что люди занимались производством в том же месте, где и жили, а площадь этой территории не намного превышает площадь Манхэттена. Артефакты, найденные на глубине более 10 метров под современным уровнем моря, говорят о том, что здесь жила технологически развитая община. Из имевшихся ресурсов они делали инструменты, которые мы используем и сегодня. Ножи, виллы, скребки. Фрагменты одной из древнейших из когда-либо найденных долбленных лодок говорят о том, что это было поселение оседлых рыболовов. Они были во многом похожи на современных людей. Они были такие же, как и мы. 8 тысяч лет назад из-за глобального потепления уровень океана все еще поднимался примерно на сантиметр в год. Со временем это древнее поселение оказалось под водой. Однако после 10 тысяч лет климатических перемен наши предки научились приспосабливаться к вызовам, которые бросала им природа. Они пережили целую эпоху экологических испытаний и обзавелись новыми технологиями, навыками и новым общественным устройством. Они продолжили строить города, государства и цивилизацию такой, какой мы знаем ее сегодня. Современный мир сформировался на фоне последствий драматичных экологических перемен, вызванных глобальным потеплением в конце ледникового периода. Сегодня ученые предсказывают новый период резкого потепления. Столкнемся ли мы с похожими переменами в 21 веке? 18 тысяч лет назад необычное расположение планет в нашей Солнечной системе привело к глобальному потеплению на Земле и стало причиной окончания ледникового периода. В течение следующих 10 тысяч лет температура выросла на 6 градусов. Такое расположение планет не повторится еще в течение 80 тысяч лет. В теории Земля должна охлаждаться. Однако это не так. Наша планета нагревается. Сегодня мир приблизительно на 1 градус теплее, чем он был всего 100 лет назад. Большинство ученых полагает, что это результат повышенного содержания в атмосфере углекислого газа. С повышением уровня углекислого газа наша планета нагревается. На самом деле это неизбежное следствие простого энергетического баланса. атмосфера работает как клапан, поддерживая энергию, получаемую Землю от Солнца на определенном уровне. Солнечная энергия относительно легко проникает сквозь газы, окружающие Землю. Но отраженный свет оказывается запертым в атмосфере нашей планеты углекислым газом и другими парниковыми газами. чем больше в атмосфере углекислого газа, тем больше тепла удерживает Земля. Уровень углекислого газа вырос во много раз с допромышленных времен, так что климат меняется и будет продолжать меняться. Сегодня мы живем в период самого резкого подъема глобальной температуры со времен конца ледникового периода. и столкнемся с такими же драматичными последствиями. 20 тысяч лет назад по обледенелым долинам Северной Америки ходили мамонты и другие гигантские существа. После 10 тысяч лет климатических перемен три четверти всех вымерших видов животных составили гигантские млекопитающие. Сегодня эксперты прогнозируют, что более чем миллиону современных видов грозит уничтожение по мере того, как планета продолжит нагреваться. В конце ледникового периода растаяло более 60 миллионов кубических километров льда. И сегодня, 18 тысяч лет спустя, мы, возможно, стоим на пороге нового глобального потепления. Новые исследования предсказывают, что уже к лету 2030 года в Арктике может растаять весь лед. Каждый год отдельные участки западно-антарктического ледникового щита становятся тоньше на целый метр. А горные ледники уменьшаются в размерах в три раза быстрее, чем 20 лет назад. Таяние ледниковых шапок может привести к переменам глубоко под поверхностью Земли. С таянием льдов сокращается давление на подземные слои планеты. И мы можем стать свидетелями разрушительной геологической активности. октябрь 1996 года. 340 километров к западу от столицы Исландии Рикьявика. Тающий лед уменьшает давление на спящий вулкан, что приводит к катастрофическим последствиям. Извержение образует ледники каньон длиной более 6 километров и до 300 метров высотой. Поскольку лед продолжает таять, специалисты предсказывают извержение в будущем через каждые 30 лет. А также существенный рост вулканической активности по всему миру. В конце ледникового периода талая ледниковая вода нарушила работу океанических течений, которые делают наш климат мягче. Некоторые регионы Северной Америки прекратили нагреваться и охладились на 7 градусов всего за 20 лет. Профессор Джон Шепард из Национального океанографического центра в Саутгемптоне, Англия, опасается, что океаническая система водной циркуляции может снова казаться под угрозой. Если ледниковая шапка Гренландии растает относительно скоро, за 100-200 лет, этого может быть достаточно, чтобы стать причиной серьезного замедления или даже остановки этой конвейерной системы. Всего за несколько десятилетий температура в Соединенных Штатах может упасть на 2, а в Европе на 5 градусов. После всего того, что мы сделали с нашим климатом, нас почти наверняка будут ожидать некоторые сюрпризы, и это может обернуться весьма непростыми испытаниями. В скором времени мы сможем столкнуться с внезапными климатическими скачками. Но в долгосрочной перспективе это может означать только одно. Наш мир будет нагреваться. 18 тысяч лет назад таяние ледников привело к подъему уровня океана, и целые поселения оказались под водой. Исчезло 25 миллионов квадратных километров суши. Если предсказания о том, что уровень океана будет подниматься на один метр каждые сто лет окажутся верными, многие современные города могут постичь та же участь. К 2108 году волны могут захлестнуть дома 145 миллионов человек. Пострадают прежде всего жители крупных прибрежных городов. Большая часть этих городов станет непригодной для жизни. Если случившееся в конце ледникового периода отзовется эхом в нашем будущем, то по мере того, как земля продолжит нагреваться, нас ожидает период природных катаклизмов. Перемены могут быть резкими и катастрофическими. Однако это уже случалось раньше. В последний раз этот вызов приняли наши предки. И конец ледникового периода является примером того, что человечество может приспособиться выжить и развиться даже в условиях суровых климатических перемен. Программа озвучена студией Арк-ТВ. Текст читал Александр Гаврилин. «А арк-тв. Текст «Эти